Купаться в море вблизи прифронтовых пляжей Мариуполя безопасно, об этом заявляют спасатели. И это несмотря на то, что в прошлом году в акватории города были трагические случаи подрывов на плавающих минах-ловушках. Так, в июне 2015 года в Мариуполе на мине подорвался пограничный катер. Один человек тогда погиб, а шестеро попали в больницу. Сейчас, учитывая, что такие ситуации возможны, спасатели вместе с пограничниками каждое утро обследуют море. А сегодня провели учение на случай, если снова в воде окажутся мины. Ну, только это может быть мина, допустим. То есть, надо это все доложить. При объявлении доложить надо соответственным органам. МЧС нам, пограничникам. И МЧС уже принимает решение, что очень любые дела. Они к ним подходят, определяют, что это за устройство и как-то небольшое. Через и вытащить их. Спасатели выходят на катере в море, обследуют каждый сантиметр акватории. Здесь важно внимание и щепетильность. Говорят, любая оплошность может стоить очень дорого. В этом году у нас был один случай нахождения металлического предмета, похожего на минометную мину, в районе одного из заброшенных гирсов водных станций, не в зонах купания. Мы с саперами отработали, его подняли. По легенде, спасатели находят подозрительный предмет, подплывают к нему и обезвреживают. Говорят, здесь все зависит от слаженности работы и от знания дела. В случае поступления сигнала о том, что в акватории моря плавает подозрительный, небеспечный предмет, водолазно-спасательная группа на поисковом катере немедленно выходит в акваторию. Когда спускаются водолазы в воду, обследуют предмет, и если предмет не идентифицирован, и нет возможности определить его, опасен он, не опасен, есть там взрывчатые вещества или нет, мы связываемся с инженерно-саперными подразделениями Сбройных сил Украины, подхватываем саперов на борт и дальше совместно проводим комплекс мероприятий. Сейчас на пляжах прифронтового Мариуполя можно безопасно купаться в море. А вот в 2015 году было 18 сообщений о подозрительных плавающих предметах. Два из них несли смертельную угрозу, а еще девять оказались муляжами взрывных устройств.